Восемь вечера в Украине. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Судный день. Наручники или браслет? Что наденут на Александра Ефремова? Дела Романчуковы. Прокуратура рассказала, какой срок светит бывшему замгубернатора Николаевской области. Смертельный вылет. В Сирии сбили российский вертолет. Проигрыш НАБУ в столичном апелляционном суде. Там сегодня изменили меру пресечения топ-менеджерам Одесского припортового завода Сергею Переломи и Николаю Щурикову. В середине июля их обвинили в миллионных хищениях и поставках газа по завышенным ценам и арестовали. Так почему сегодня Фемида смягчилась? Подробнее Елена Зорина. В одном и том же суде даже на одном этаже. Оба топ-менеджера за решеткой, но с вещами. Первым решают судьбу Сергея Переломиза, председателя «Нафтогаза» и главы НАПСовета Одесского припортового завода. Соломенский суд столицы арестовал его до сентября и назначил залог 80 миллионов гривен. Сегодня прокуроры требуют эту сумму увеличить еще. Мол, так не будет соблазна сбежать. Прошу, как альтернативу, сбільшить размер заподвижного захода в УГР и застану до высоких миллионов гривен. Окрім майнового стану, треба враховувати можливість інших співучасників, так і можливість інших осіб. Сам Переломи убеждает, якщо б хотів збіжати, вже збіжав би, говорить трижди. Во время следствия виїжджав за границу і возвращався. Сейчас загранпаспорт і вовсю адвоката. Криминала в переписки з замдиректора ОПЗ Щуриковым не видит. А вот случайно ли совпали срив конкурса по приватизації завода і арест топ-менеджера в предприятиях? Вот в чем, уверяет, должны разобраться правоохранители. Адвокаты Переломи настаивають. Дело шито белыми нитками, требует освободити подзащитного под личные обязательства. Вся підозра грунтується на нібито заяви сплаченних поштах. Однак, відходячи з висновку експертизи, зрозуміло, що пошти не тільки не заяви не сплачені, а сэкономіна ще тисяча гривень. Для Николая Щурикова, замдиректора Одесского припортового, Соломинський суд назначив залог в 40 млн гривень. Сегодня прокуроры також настаивають на увеличение этой суммы. Несколько часов судьи решают, освобождать топ-менеджера в ОПЗ или нет. В итоге залоги вообще отменяют, а меры пресечения обоим смягчают. Запобежний захід в вигляді цілодобового домашнього арешту. Адвокаты решениями удовлетворены частично и намерены дальше добиваться закрытия дела. Ни одного веского доказательства не представлено сторона обвинения о возможных каких-то нарушениях со стороны Щурикова. Подтверждение рисков не должно быть домыслами, просто словами стороны обвинения. А вот прокуроры обещают уже через месяц это дело будут слушать в суде по сути. И надеются до тех пор подозреваемые не сбегут. Мы готовы працювати и за таких умов. Сбир доказательств по указанному криминальному проваджению продолжается. И наиближчим часом криминальное проваджение будет передано для розгляда по сути до суда. Пока же прямо в зале суда топ-менеджера освобождают. Сергей Перелома признается не знал, что суд примет такое решение. Но сразу с вещами, потому что есть такая примета. Если едешь с Волизой, то больше шансов вернуться домой, а не там, куда вас туда привезли. Теперь вместо СИЗО для топ-менеджера одесского припортового, квартира и электронный браслет. Елена Зурина, Алексей Шматов, подробности телеканал Интер. Далеко до суда в скандальном газовом деле. Главный фигурант этого дела, нардеп Александр Онищенко, уже месяц за границей. Хотя в минувшую пятницу он сообщил, где именно находится, и рассказал о планах на будущее. У правоохранителей есть своя версия по этому поводу. Что они намерены делать, узнавала Татьяна Овинникова. Он уехал жить в Лондон и открыто об этом заявил. По словам Александра Онищенко, он попросил политического убежища. И уже получил вид на жительство в столице Великобритании. Напомню, в пятницу нардеп общался по видеосвязи из Лондона журналистом одного из украинских интернет-изданий. Показал свой паспорт и штамп о пересечении границы Германии 4 июля. Однако ранее антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что Онищенко в России. Теперь утверждает, Онищенко не в России и не в Великобритании. Где же он на самом деле? В пятницу его фоеричный выступ на телебачении. Прямое включение фотографий из Лондона. Это тем не менее, ему в вечере не заводилось идти в летак и полететь в Барселону. За нашу остальную информацию, он находится в Барселоне. Он действительно пребывал в Москве, нам это известно. За какой метод он пребывал и где сам следствие в ближайшее время установить. Нардеп, с которого сняли неприкосновенность еще 5 июля, свободно выехал за границу, так как получил от Генпрокуратуры официальный статус подозреваемого только 27 июля. Почему так долго тянули в ведомстве Юрия Луценко, комментировать не стали. Отправили в специализированную антикоррупционную прокуратуру. Там нас с этим вопросом направили назад в ГПУ. Однако подтвердили, где бы Анищенко не находился, НАБУ вызывает его на допрос в качестве подозреваемого по газовому делу. Нардепа ждут завтра в 11 утра. Мы делаем все для того, чтобы голосовать его в международный расшук. И на завтра его впервые выкликано, потом будет второй выклик на 5 серпня. И с 8 серпня мы уже начинаем вертаться до суду, чтобы отримать власную процедуру. Потому что порушение процедуры может с собой потянуть и в том числе и на будущую отмыву экстрадиции. Готируем документы и возвращаемся в Интерпол. Напомню, Анищенко еще в пятницу рассказал нам в комментарии по телефону, что в Украину возвращаться пока не собирается. А свою невиновность намерен доказывать в лондонском суде. Все передаю. На мое местонахождение проживаю все мои телефоны. В понедельник прямо. Вот я буду отсюда вести всех, давать все показания. Если они хотят приезжать, то приезжают ко мне. Будем делать это в Европу. Однако в антикоррупционной прокуратуре заявили вести судебные заседания. С Анищенко заочно или по скайпу не собираются. К тому же никто из адвокатов пока не передал его новых координат за границей. Сам Анищенко сегодня написал в фейсбуке. У НАБУ нет обоснованных экономических обвинений против него. А само дело, по его словам, политическое. Татьяна Авинникова, Олег Неведомский. Подробности. Телеканал Интер. Первое судебное заседание по делу Александра Ефремова. Сегодня решали, где ему ждать разбирательства. В СИЗО или под домашним арестом. Так где же проведет в ближайшее время бывший лидер фракции партии регионов, расскажет Елена Митясова. В зале суда не протолкнуться. Операторам приходится буквально маневрировать, чтобы отснять каждый кадр. Душно, жарко, кондиционеров нет, окна закрыты. Александр Ефремов за решеткой. Конвой стеной отделяет его от прессы активистов. Защита экснардепа с первых минут просит перенести слушание на завтра. С материалами дела знакомились не все адвокаты. Но суд решает, 40 минут будет достаточно и объявляет перерыв. Адвокаты, изучив документы, указывают на нарушение. Законодательство содержит в себе требование обязательно указать в документе, в объявлении о подозрении, время, место, способ и иные обстоятельства совершения преступления. Все это абсолютно отсутствует в том документе, который именуется следствием уведомления о подозрении. Генпрокурор обвиняет Ефремова сразу по трём статьям. Посягательство на территориальную целостность Украины, создание и финансирование террористической организации, а также хищение госимущества Луганск-Угля. Правоохранители требуют взять его под стражу сроком на два месяца. Указывают на возможные риски, бегство и давление на свидетелей. Адвокаты Ефремова доводы прокурора называют абсурдом. К делу приобщают распечатки электронного билета Ефремова. Доказательство, что вернуться из Вены в Украину, экс-нардеп намерен был 31 июля. Прикрепляют и копию загранпаспорта. Напомню, его задержали в аэропорту Борисполь, откуда он намеревался вылететь в Австрию. Я представил доказательства подтверждения этого и ваучер из гостиницы, и билет в Вену утром в 7 часов 30 июля, и обратный он должен был прибыть в 31 июля в 18 часов 50 минут. Когда я покинул государство, у меня была возможность уехать, и была возможность потом уехать. Я это не делал и делать не буду. Как бы, может быть, вы на это не рассчитывали, я не убеду. Печерский суд Киева избрал экс-лидеру парламентской фракции партии регионов Александру Ефремову веру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. А спорить это решение адвокаты планируют 5 августа. Они считают дело против Ефремова сфабрикованным по политическим мотивам. Такой позиции придерживаются в оппозиционном блоке. Полицила опубликовала заявление, в котором говорится, полтора года назад против Ефремова уже открывали уголовное производство, но закрыли по причине отсутствия состава преступления. Оппозиционеры считают, сегодня продолжается политическое преследование экс-депутата на основании живых показаний бывшего депутата Владимира Ландика, который пытает личную вражду к Ефремову. А началась она между депутатами в 2011-м. Тогда Роман Ландик, сын бывшего нардепа от партии региона Владимира Ландика, жестоко избил девушку в луганском ресторане. Несмотря на то, что видеоизбиение возмутило всю страну, старший Ландик считал, что Ефремов, как глава партии региона, должен был спасти от тюрьмы его сына. Но Ефремов не помог. Позже Ландик даже сознался, что действительно обижен и считает, что именно Ефремов посадил его сына за решетку. И вдруг в этом году странное совпадение. После получения всей доказательной базы против Ефремова суд оправдал Ландика-младшего. Хотя вскоре апелляционный суд Луганской области отменил оправдательный приговор. Новое судебное рассмотрение назначено в Сватовском рассуде Луганской области на 18 августа. Елена Митясова, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Военная прокуратура Южного региона завершила расследование дела Николая Романчука. К концу недели дело бывшего замгубернатора Николаевской области, который, напомню, попался на взятки в 90 тысяч долларов, должны передать в суд. Какой срок светит экс-чиновнику, узнавали наши корреспонденты. Чуть меньше двух месяцев понадобилось следователям военной прокуратуры, чтобы расследовать дело первого замгубернатора Николаевской области. Напомню, 3 июня спецназ СБУ задержал четырех чиновников, которые вымогали у предпринимателей 90 тысяч долларов. Взамен обещали разрешение на разработку известнякового карьера. В результате задержаны замглавы Еланецкого района, помощник председателя облсовета, помощник первого зама губернатора и сам Николай Романчук. Во время обыска у него правоохранители обнаружили тоннель, который соединял четыре дома его семьи. Там в сейфах хранились килограммы золота, слитки и ювелирные изделия, старинное и современное оружие, антиквариат, пачки долларов. Именно к Романчуку ввели ниточки всей коррупционной схемы, уверены в прокуратуре. Фактические обстоятельства, скоченные с очным Романчуком, нашли свое подтверждение под час досудового расследования. Забрали достаточно доказательств. Подозра грунтуется на показаниях свидетельств, на материальных негласных следственных расследовательных действий, документах. Поэтому поднимемся, как будет криминальное проведение расследовано в суде. Сегодня Романчук, которого отпустили под залог, 5 миллионов гривен внес его сын, пришел в прокуратуру знакомиться с материалами. Их собрано шесть томов. Здесь и аудиозаписи телефонных разговоров, и видео скрытого наблюдения. Что-либо комментировать Романчук нам отказался. А можно будет короткий комментарий? Конечно. А чего? Я работаю, поэтому адвокаты, адвокаты вообще. Впрочем, и его адвокаты не спешат общаться с журналистами. В прокуратуре надеются через неделю передать материалы в суд. Если Романчука признают виновным в получении взятки, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Один из фигурантов коррупционной схемы Геннадий Левченко. Он был помощником главы облсовета. В бегах. Сейчас в розыске. Его дело выделили в отдельное производство. Замглавы Еланиского района в СИЗО, а помощник Романчука на подписке о невыезде. После этого громкого скандала в Николаеве в отставку ушли губернатор и начальник нацполиции. Областного прокурора отстранили. Нового месяц назад представил глава ГПУ. А вот руководителей нацполиции и обл. администрации до сих пор так и не назначили. Кирилл Ющешин, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Николаев, Одесса. В Шевченковском суде столицы сегодня избирали меру пресечения депутату Макаровского райсовета. Да, накануне пьяный Матвей Евсеенко, убегая от полиции, устроил масштабное ДТП на Киевской окружной. Серьезно пострадала пожилая супружеская пара. Чего хотели прокуроры, чего адвокаты и что в итоге решил суд, знает Егор Логинов. Страна обвинения утверждает, Евсеенко ехал пьяным за рулем, открыл стрельбу во время конфликта с таксистами, убегал от полиции, отправил в реанимацию двух человек, после чего не хотел выходить из своего автомобиля. По мнению прокуроров, все вышеперечисленное заслуживает максимально суровой меры пресечения. Защитники Евсеенко такой вариант меры пресечения посчитали слишком строгим. Говорят, если их подопечного отправят в СИЗО, он не сможет помочь пострадавшим в ДТП. Единственное, что я просил, это любая возможность Евсеенко дать помощь потерпелям, потому что у меня есть информация о том, что потерпела сторона не хочет разговаривать ни с кем другим, кроме Евсеенко. Тем временем Александр Новиков, сын пострадавшей в ДТП супружеской пары, в интервью СМИ заявил, представители Евсеенко предлагали ему 20 тысяч гривен на лечение родителей, взамен требовали расписку. По словам Новикова, на лечение такая сумма уходит ежедневно. Сам депутат говорит, готов оказать всестороннюю помощь пострадавшим и раскаивается. Заслушав мнение сторон, суд вынес вердикт. Евсеенко обязали носить электронный браслет, являться на все заседания суда и сдать правоохранителям загранпаспорт. Сейчас прокуратура решает, будет ли подавать апелляцию на решение суда. Для этого у стороны обвинения есть 5 дней. Егор Логинов, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Был ли водитель, совершивший жуткое ДТП в Харькове под действием наркотиков, станет известно только через 4 дня. Раскрыть какие-либо новые детали произошедшего в полиции сегодня отказались, сослались на тайну следствия. Напомню, в субботу поздно вечером водитель на бешеной скорости сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. После этого иномарка пронеслась еще полсотни метров. Остановилась только после того, как врезалась в ограждение. На спидометре было 167 километров в час. На место приехали правоохранители. Довольно быстро собралась и толпа людей. Они заблокировали полицейский автомобиль и не давали отвезти виновника трагедии в наркоцентр. Считали, что его отпустят безнаказанно. Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ. Виновник ДТП сейчас находится в СИЗО. Меру пресечения суд должен избрать ему завтра. Сегодня члены организации ветеранов-афганцев, никто кроме нас, устроили акцию у стен генпрокуратуры. Они отстаивают своего лидера Александра Ковалева. Именно он, как утверждают в ГПУ, был пособником так называемой черной роты Беркута. По данным следствия, на ее счету как минимум 40 убийств на Майдане. Следователи подозревают, что действовал Ковалев в сговоре с тогдашним главой МВД Захарченко и помог беркутовцам бежать. Уведомления о подозрении ему уже вручили. В генпрокуратуре нам еще в пятницу пообещали комментарии по поводу этого обвинения. Однако до сих пор молчат. Сам же Ковалев все отрицает. Намагаемся пообщаться с генеральным прокурором. Прекратить преследование нашего лидера Ковалева Александра Ивановича, который сейчас находится в больнице. Я думаю, что генеральный прокуратур знает, кто убивал, кто вывозил. Что они знают? Но почему два года молчали, а только сегодня? Вот неделю назад вот это все всплыло. Эскалация боевых действий на Мариупольском направлении. Боевики увеличили количество и плотность обстрелов украинских позиций по всей линии разграничения. В ход идет все. От пулеметов до минометов и бронетехники. Подробнее о ситуации в районе Мариуполя Руслан Смещук. Позиции под оккупированным Коминтерновым встречают сотнями сожженных деревьев вдоль дороги. Пули и мины боевиков постоянно поджигают лесополосы, расположенные поблизости блокпостов. Работал пулемет по нашему блокпосту. По соседним постам работал пулемет. Утром отработал АБХ, Хапанам. И противотанковые мы живем работают по блокпосту. Сейчас на позициях относительно тихо. В Коминтерново работают наблюдатели ОБСЕ. Но тишина эта обманчивая. Ну, как поедет ОБСЕ, то будут стрелять тебе по-любому. Он пообривали все. Слушай, нифига себе повалило все дерева. Они в день себя ведут спокойнее. Но деколи, когда есть ОБСЕ, они могут провокативный такой характер у этих обстрель. Можут вестися там одиночными, постреливать. Ну, вызывают, чтобы мы ответили. В последние несколько дней противник массово использует пулеметы разных калибров. А ранее боевики активно забрасывали эти позиции минами. Недавно на той стороне произошла ротация. После этого противник начал нечто похожее на ползучее наступление. В целом же на Мариупольском направлении за прошедшие сутки увеличилось количество обстрелов украинских позиций. Вдоль всей линии соприкосновения боевики не менее 35 раз нарушали режим тишины. Армейцы 18 раз были вынуждены открывать ответный огонь. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. Очередные потери России в Сирии. Это уже после официально объявленного завершения военной операции в поддержку Башара Асада. Боевики сбили Ми-8. Сколько погибших и как комментирует Кремль этот обстрел и новое видео, где боевики ИГИЛ угрожают России. Подробнее Данил Русаков. Все российские военнослужащие, находившиеся на борту сбитого сегодня вертолента Ми-8 погибли. Это подтверждают данные Минобороны. Однако точное количество жертв пока не сообщают. По разным данным в момент катастрофы в Ми-8 было трое членов экипажа и два офицера так называемого Центра по примирению. Кадр дымящихся обломков опубликовали несколько часов назад, а счетливо слышна арабская речь. Об авторе записи информация разная. То сообщают, что это боевики ИГИЛ, то сторонники вооруженной оппозиции, поддерживаемой Западом и выступающие за отстранение от власти президента Сирии Башара Асада. Однако почти одновременно с этим видео в сети появилось другое с угрозами России. Здесь боевики называют себя сторонниками так называемого ИГИЛ и говорят на русском языке. В Москве на сегодняшние события в Сирии уже отреагировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глубоко скорбит по погибшим военным. По мнению чиновника они лишились жизни героически. Песков также добавил, что сбитый вертолет выполнял гуманитарную миссию. Его обстреляли, когда он возвращался на авиабазу после доставки гумпомощи в Алеппо. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В начале июля на территории Сирии потерпел крушение Ми-25. Вот кадры падения боевой машины. Вертолет сбили тремя выстрелами с земли. Погибли два члена экипажа. Тогда в Москве сообщили Ми-25 совершал плановый полет. По официальной версии армии федерации больше не участвуют в военных операциях. В Сирии плановые вылеты и авиаудары совершались с сентября 2015 по март 2016. В Кремле тем временем неоднократно заявляли, на территории арабского государства остались лишь ограниченные контингенты войск. В том числе инструкторы военные сотрудничают с силами Башара Асада. Сбитый сегодня вертолет Ми-8, очевидно, тоже выполнял операцию, согласованную с действующей Дамасской администрацией. Что же касательно видео с угрозами, Песков сказал, террористы применяют тактику запугивания. И цитирую, не следует преувеличивать значение подобных роликов. Конец цитаты. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала Интер. Кремль не оглашал кандидатуру нового посла в Украине. Имя Михаила Бабича попало в прессу не с подачи Москвы, а в результате утечки информации. Об этом сказал пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков при этом уточнил, что Бабич является единственным претендентом на пост главного российского дипломата в Украине. И его кандидатуру уже рассмотрели в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации. Но Киеву пока не предлагали, ну и соответственно агримант, то есть предварительное согласие на эту кандидатуру не получали. В случае отказа Украины Песков заявил о возможности альтернативных предложений. Продолжим подробности и вот о чем узнаете из второй части выпуска. Смертельный дефицит. Когда в Украине появятся жизненно важные вакцины? Вспышка африканской чумы. В Николаевской области развернули эпидпосты. Вести мораторий на повышение тарифов требуют депутаты Днепропетровского облсовета. На сессии в пятницу они приняли обращение к обмину. Депутаты уверены, нужно не только приостановить подорожание коммунальных услуг, но и отменить пеню за несвоевременную их оплату, а также не выставлять жителям области коммунальные счета авансом. Напомню, ранее за мораторий уже проголосовали депутаты в Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Днепре, Львове, Житомире и Северодонецке. В Украине растет детская заболеваемость с туберкулезом. Все из-за отсутствия вакцины БЦЖ. Закупать препарат государство перестало еще три года назад. Сколько детей уже заплатили за это своим здоровьем, и как долго еще продлится такой смертельный дефицит, выясняли наши корреспонденты. Это и сейчас мама годовалой Алисы не боится выходить с ней на прогулку. Прививка от туберкулеза уже сделана. А вот первые месяцы и носа из дому не показывали. Вакцины БЦЖ не оказалось ни в роддоме, ни в участковой поликлинике, ни даже в платных клиниках Запорожья. Мне сказали, что ничего не знаем, когда будет, не знает. Поэтому есть вариант в Днепропетровске только уколоть БЦЖ платно. Платная прививка в Днепре обошлась в 450 гривен. А вот что делать тем, у кого таких денег нет? У заведующей этого отделения новорожденных ответа нет. Уже два года сюда не поступала вакцина БЦЖ. Он от меня по-хорошему должен уйти с прививкой, с вакцинированной, с БЦЖ. А дальше, конечно, чем позже он делается, тем хуже для него. Это детское отделение областного противотуберкулезного диспансера. И почти половина здешних пациентов без прививки БЦЖ. По итогам полугодия у нас из 26 заболевших детей локальными формами туберкулеза половина в возрасте до 3 лет. О чем можно говорить, если в 2014 году мы получили 1% от необходимого количества БЦЖ. 1% от необходимого. В этом году, на сегодняшний день, уже началась вторая половина года, ноль. Во Львовской области, где вакцин БЦЖ тоже нет, некоторые родители даже едут с грудными малышами в соседнюю Польшу. Кристина, мама двухмесячного Павлика, пока в раздумьях. Во-первых, нужно иметь визу. У меня она закончилась. В дороге ехать в автобусе успеху летнюю с дитиной, двумесячной дитиной на руках. Готовы, в принципе, уже заплатить. Но чтобы она была в Украине. Тем временем состояние пятилетней Нади Савушкиной вселяет врачам Днепровской горбольницы оптимизм. Они по-прежнему боятся делать какие-либо прогнозы. Напомню, на днях девочка оказалась на грани жизни и смерти. У нее диагностировали столбняк, но вот препаратов в стране не оказалось. Семье помогли волонтеры. Они контрабандной доставили сыворотку. В Минздраве ситуации с детской вакцинацией уже традиционно обеспокоены. Временно исполняющая обязанности министра обещает, препараты вот-вот появятся. Правда, когда именно, точно сказать не могут. Вакцины, которые мы закупили с международными организациями, большинство были уже доставлены в Украину. Сегодня одна из моих первых действий будет узнать, если они пришли к региону, если они дальше здесь, в Киеве. А это значит, родителям непривитых детей остается снова ждать. Сергей Бордюжа, Галина Якушко, Ольга Паломарюк. Подробности телеканал Интер. В Минздрав придет новая команда. Об этом сегодня заявил вице-премьер Павел Розенко, представляя Ульяну Супрун коллективу министерства. Напомню, на прошлой неделе Кабмин назначил ее исполняющей обязанности министра здравоохранения. Команду будет формировать именно Супрун. Среди главных задач реформирование ведомства. В частности, переход на новую систему финансирования здравоохранения, усовершенствование первичной и экстренной помощи. Те, кто войдет в новую команду, Супрун обещает представить уже на следующей неделе. Это фаховцы, профессионалы, которые в своих направлениях имеют очень большой опыт, знания, идеи. Разом с нашей командой будем планировать уже план ДІ, чтобы в короткий час и разом и с урядом представлять, какие будут отбываться изменения в системе охраны здоровья. Вспышка африканской чумы свиней в Новой Одессе. Это Николаевская область. С сегодняшнего дня на всех въездах и выездах из города блокпосты. Транзитные автомобили в обязательном порядке проходят дезинфекцию. В связи с этим местные власти уже предупредили о возможных пробках на трассе Николаев-Киев. Он как раз идет через Новую Одессу. Поголовье зараженных свиней санэпидемиологи планируют уничтожить. Только так можно остановить распространение эпидемии. Но экологи говорят, это будет непросто. Ведь первые случаи инфекции в Новой Одессе зафиксировали еще месяц назад. И сейчас ситуация просто катастрофическая. Делали экспертизу, у нас снова приезжала. Делала и наша районная лаборатория. У нас очень считается неплохая лаборатория. Она их лучших, наверное, в районе. И делала забор и область. И нам дали четко, там есть и протоколи. Ее указано, что вспышки африканских чиновников у нас не выявлены. Официального подтверждения не было. Голова администрации знал. Голова районной ради знал. Головный ветликар знал про это. Понимаете? И месяц за это умалчивал. Два года по соседству с войной. Авдеевка отметила на днях годовщину освобождения от боевиков. Но здесь по-прежнему слышно артиллерию противника. Как изменился город за эти годы? В сюжете Ирины Баглай. Это архивные кадры наших военных, когда под девятиэтажным новостройком Авдеевки били орудия боевиков. Ровно два года, как Татьяна бежала от войны из этого дома. Но устала от кочевой жизни. Вернулась. Стреляют по дому или нет? По этому дому сейчас пока нет. 13 постоянно жили всю войну. 13 этих самых. А сейчас уже 21 вернулись. Здесь, в Авдеевке, сходились два железнодорожных пути. Один из Донецка, другой из Ясиноват. Это достаточно оживленный был участок еще два года назад. Здесь каждые 10 минут проносились поезда. Теперь же эти уже заржавевшие рельсы как будто разделяют город на две части. Одна пытается восстанавливаться, оживает. А другая, старая Авдеевка, живет по-прежнему в страхе оказаться под обстрелом. Он черный был. Он посидел вместе с нами. Ольга Ивановна показывает, отчего голова побелела. Свежие доказательства ночного обстрела. Отсюда дырка насквозь и в хату попала. Вчера ночью все. Летом меньше били. Раньше как-то меньше били. А сейчас они по-новому так стали, как в 14-й годах. Этой весной наши военные укрепились в промзоне, которая находится перед Ясиноватской развязкой. Город остался позади, и украинские солдаты приняли удар на себя. За последнюю ночь на их позиции упало 200 вражеских снарядов. Знают, откуда и чем били наемники, но ответить не могли. Они ставят свою оружие в местах, по которым мы не можем открыть огонь. Это среди домовладений, жителей села, места Ясиноват. Саня, давай в тачку быстрее. Это видео двухгодичной давности. Песчаный карьер. Авдеевские Мальдивы. Единственное курортное место на десятки километров. Его за считанные минуты засыпало снарядами. Сейчас здесь тихо, но за два года страх не прошел. Страх у людей остался. Отец привел ребенка, да. Она покупалась, начали обстрелы. Все, он свернул и пошел. И хотя угроза очередных обстрелов боевиков остается, из-за безденежья и безысходности. Больше половины жителей вернулись домой. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Великобритания не признает аннексию Крыма и не снимет санкции с России до полного выполнения минских договоренностей. В этом президента Порошенко заверила премьер Великобритании Тереза Мэй. Руководители стран пообщались по телефону. Обсудили продолжение британской финансовой и экспертной помощи и обучения наших военнослужащих. Порошенко поздравил Мэй с назначением на пост премьера, поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и пригласил ее посетить Киев. Чернобыльская зона отныне радиационно-экологический биосферный заповедник. Соответствующий закон подписал президент Украины. Цель документа сохранение в естественном состоянии природных комплексов Полесья. Закон будет определять особенности пользования землей и водоемами. Все для того, чтобы создать здесь экологически безопасную систему. В Израиле громкий скандал, связанный со службой тюрем. Оказывается, там не соблюдается ужесточение режима для палестинских заключенных. Скорее даже наоборот. Привилегий у них больше. О манне тюремной расскажет Сергей Ауслендер. Началась эта история в общем обычно. Начальник тюрьмы, в которой содержат палестинских заключенных, пригласил одного из них на беседу, но тот отказался общаться с офицером, заявив, что того скоро все равно уберут. И начальника действительно через несколько дней уволили. А предыстория здесь такова. Почти сразу после начала так называемой интифады ножей, правительство заявило об ужесточении режима содержания палестинских заключенных в качестве меры противодействия. Им должны были разрешать меньше свиданий, давать меньше денег на личные расходы, чаще проводить обыски и даже запретить смотреть чемпионат Европы по футболу. Но оказалось, что на деле ничего этого не происходит. Все льготы и привилегии сохраняются. И даже чемпионат Европы они посмотрели в полном объеме, причем, в отличие от меня, совершенно бесплатно. Связан это с тем, как выяснили журналисты, что тюремное начальство откровенно боится связываться с палестинцами и закрывает глаза на мелкие нарушения, льготы и привилегии в обмен на неофициальный отказ от массовых акций протеста, а особенно от голодовок. Стоит директору тюрьмы попытаться реально ужесточить режим, как пытаются тихим образом это все убрать, чтобы, не дай бог, они не устроили забастовку, и весь мир нас не осудил за то, что мы мучаем бедных людей. А стоит сказать, что именно в этой тюрьме как раз сидят убийцы Хамаса, Фатха и других организаций. Новость эта, как принято говорить, взорвала интернет. Израильтяне от нее просто вне себя. Выяснилась и более неприятная подробность. Оказалось, что палестинская автономия платит этим заключенным зарплату или подарок, как это у них называется, за то, что они сидят в израильских тюрьмах. Причем, чем выше срок, тем, соответственно, больше этот самый подарок. Например, те, кто осужден на 20 лет и более, то есть за убийство, получают 12 тысяч шекелей. Это около 3,5 тысяч долларов, что существенно больше средней зарплаты по стране. Например, палестинский полицейский получает в месяц 2 тысячи шекелей. Это меньше 600 долларов. Причем, часть денег, которые тратит палестинская автономия, ей перечисляет именно Израиль. Но в правительстве эту новость комментировать отказались. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Сторонники учредительного парламента Армении сдались полицией и освободили захваченные 17 июля раидел МВД в Ереване. Все это произошло в ночь на понедельник. По данным информагентств, задержаны как минимум 20 человек из числа мятежников. Накануне Совет нацбезопасности обещал им амнистию взамен на прекращение вооруженного сопротивления и освобождение заложников. В здании почти две недели удерживались несколько полицейских и сотрудники скорой помощи. Откололи страну от ЕС, теперь сами на грани раскола. В Великобритании на волоске будущее партии независимости, главных евроскептиков, которых покинул собственный лидер Найджел Фарадж. Кто придет ему на смену и почему история нового политика так напоминает историю политиков украинских. Наш Цапкор Лондон, Оксана Кундеренко, расскажет. Из бизнеса в политику. Партия Юкип выбирает нового лидера и один из кандидатов Аарон Банкс. Человек без опыта работы на государственных службах, но зато с большими деньгами и правильными друзьями. Вот два года назад никому неизвестный бизнесмен выделяет партии независимости 1 миллион фунтов стерлингов. Тогда он обиделся на консерваторов. Раньше их спонсировал, но они назвали его никем. Вот и пришлось переметнуться под крыло Найджела Фараджа. Нас называли разочарованными стариками. Я не такой старый. А вот Аарон долго поддерживал консерваторов финансово и морально. А ему сказали, знать вас не знаем. Действительно, до этого момента Банкс был личностью загадочной. Делал деньги на страховых операциях. Владел тремя десятками фирм, зарегистрированными в офшорах. Даже услугами гипнотизера пользовался, когда писал свои публичные речи. Думаю, нам пора переходить к более прямой демократии. Элита возненавидела тут референдум, потому что у них отняли власть. А я считаю, это прекрасно. А теперь скромно улыбается, когда журналисты ведущих каналов называют его возможным новым лидером. Кандидатуру свою пока не выдвигал и на вопросы отвечает уклончиво. Я просто улыбнулся. Это еще ничего не значит. На самом деле я ничего не решил. Интересно, что у ярого сторонника Брекзита и ярого противника эмигрантов Банкса русская жена, да еще и с подмоченной репутацией, была на скамье подсудимых за шпионаж, хотя ее оправдали. Похоже, чем эпатажнее, чем скандальнее, тем лучше. В экипе не нужны скучные лидеры. Их бурная личная жизнь, несомнительная бизнес-карьера, залог успеха партии, которая, кстати, рассчитывает получить не меньше 30 кресел на следующих парламентских выборах. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. У Дональда Трампа полоса невезения. Его отказались финансировать одни из самых крупных спонсоров. Рейтинги стали падать, да еще и жену в ногой красе увидел весь мир. Давайте больше узнаем об интригах американской политики у нашего американского сапкора. Юлия Мендель. Первая леди с изюминкой. В Америке опубликовали старые фотографии в стиле ню жены кандидата в президенты Дональда Трампа. Впервые снимки были напечатаны в 96-м году во французском мужском журнале «Макс». И так детально с вероятной первой леди американцы еще не знакомились. Хотя шансов стать хозяйкой Белого дома у нее все меньше. После съезда в партии рейтинги Хиллари Клинтон стали выше, чем у Дональда Трампа. И сейчас за нее готовы отдать свои голоса 46% американцев, тогда как за Дональда Трампа 39%. Перед дебатами Хиллари Клинтон бьет по самому больному. И обращает внимание на тех людей, которых Трамп обидел в своих выступлениях. В частности на американского солдата, который погиб в Ираке 12 лет назад. Задача каждого из нас отвергнуть ненависть. Это оскорбление семьи погибшего солдата, капитана Хана, американского мусульманина, который пожертвовал жизнью, чтобы защитить свой отряд и других солдат. История о солдате Хане уже превратилась в скандал. Его отец, мусульманин Кзир Хан, выступил на съезде у демократов в поддержку Хиллари Клинтон. И осудил миграционную политику Дональда Трампа, которая предлагает выгнать всех мусульман из страны. В результате Дональд Трамп обидел и память о погибшем солдате, и его мать. Выразившись таким образом, как будто бы ей не дали слова на сцене, как женщине-мусульманке. Эту историю подхватили уже все американские СМИ. То, каким образом Трамп проявил неуважение к матери, которая получила награду за смерть своего сына, говорит обо всем. Я имею в виду мою жену, смелую мать моего сына, героя этой страны. Миграционная политика Трампа уже стала яблоком раздора между ними и одними из самых богатых людей США, братьями Кох. В результате они перестали спонсировать его компанию. Но несмотря на преследующие его скандалы, популярность Трампа все еще остается достаточно высокой. Он и его соперница по президентской гонке Хиллари Клинтон стали объектами пародии в анимационном сериале «Симпсоны». Выбирая кандидата, за которого будет голосовать, Гомер Симпсон называет Трампа. И тогда его жена угрожает ему разрывом отношений. Такая ситуация сегодня, вероятно, во многих американских семьях. Но создатели анимационного сериала идут дальше и вручают в руки Трампа томик лучших речей Адольфа Гитлера. Юлия Миндель, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». 12 стульев на британский манер. Пара из Англии обнаружила клад в старом кресле. Что именно нашли, во сколько оценивают сокровища, посмотрите в нашем обзоре. Впервые в истории Токио мэром города стала женщина. Бывший министр обороны Япония Юрику Коике в ходе кампании уверенно обошла 21 соперника. И набрала почти 3 миллиона голосов. Чиновница намерена реформировать столичное правительство. Пообещала решить проблему нехватки детсадов и учреждений по уходу за пожилыми людьми. Генерал армии Северной Кореи бежал из страны, прихватив с собой 40 миллионов долларов, сообщили южнокорейские СМИ. В трудовой партии КНДР генерал отвечал за поступление в страну валюты от граждан, работающих за рубежом. Сейчас беглец, имя которого не разглашают, вместе с семьей якобы прибывает в Китае. Позже намерен переехать еще в одну страну. Настоящий клад стоимостью почти 6 тысяч евро нашла британская пара в антикварном кресле. Старую мебель Чита Милнер Браун приобрела на аукционе еще 10 лет назад. А когда решили кресло отремонтировать и сняли обшивку, обнаружили тайник с украшениями. Самой древней оказалась брошь в виде цветка, датированная 1890 годом. Звезда мадридского реала, футболист Гаррет Бейл, арендовал для своей девушки остров. За отдых на Тагамага, это один из Болярских островов, Бейл заплатил почти полмиллиона евро. На вилле с пятью спальнями и большим бассейном футболист сделал предложение своей девушке Эммерис Джонс. Та согласилась. Пара вместе уже 10 лет и воспитывает двоих дочерей. Побоищем закончился футбольный матч региональной лиги в Аргентине. Фанатам клуба Белла Виста показалось мало победы своей команды, и они начали избивать игроков проигравшего клуба Тира Федерал. В драке на поле смешалось все. Подключились болельщики, которые были на трибунах, тренеры, медперсонал и полиция. Итог поединка – десятки раненых и около ста задержанных, наиболее агрессивных хулиганов. Прочность олимпийского факела игр в Рио-де-Жанейро проверили американские экспериментаторы. Чтобы разрезать главный символ соревнований, потратили 10 часов. Использовать пришлось три разные пилы. Оказалось, внутри емкость с бензином. Топливо поднимается вверх по трубке, а огонь горит сквозь металлическую решетку. Вся конструкция сверхпрочная. Это все об этом дне. Спасибо, что смотрели подробности. Завтра увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok